Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Галатам, первоверховного апостола Павла. И мы читаем вторую главу с первого стиха и ниже. Потом, через 14 лет, пишет апостол Павел, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв собою Тита. Ранее апостол Павел рассказывал о том, как он приходил в Иерусалим и приносил свидетельство своей веры на суд святых апостолов Петра и Якова, брата Господня. Здесь он говорит о событии, которые происходят уже после того, как он был отделен на служение с Варнавой, апостольское служение, которое он успешно осуществлял. И он пришел в Иерусалим, взяв с собой и Тита. Тит — это был молодой христианин, который был обращен апостолом Павлом в христовую веру. Он как бы принес его как плод своих миссионерских усилий, своего миссионерского служения на суд апостолов. «Ходил же по откровению» — то есть действием божественной благодати, наученной от Духа Святаго, от этой божественной личности. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался», то есть он все время перепроверяет свои вероубеждения. И это очень правильно. Человек всегда должен перепроверять свои религиозные убеждения, чтобы убедиться в том, что то, что он проповедует, не расходится с точкой зрения церкви, о которой сказано, что церковь есть столб и утверждение истины. Далее он пишет. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, то есть грека по происхождению, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжем братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благоуставания сохранилась у нас». Он называет братьями тех иудействующих христиан, которые принадлежали к партии апостола Петра, который возглавлял служение среди обрезанных. И среди обрезанных было очень много ревнителей закона, которые наслышались об апостоле Павле, что он везде учит как бы отступлению от закона Божия. Но это не так. Об этом рассказывается в книге «Деяния святых апостолов». Главная тема его проповеди – это благодать. Но в понимании апостола Павла благодать Божия, она не отменяет закон. Благодать Божия провозглашает святость закона, потому что Божье прощение, когда оно настигает человека, порождает любовь в этом прощенном человеке. И чем больше ему было прощено, тем больше он любит, а любовь своим выражением и имеет исполнение закона Божия, ибо любящие должны исполнять заповеди того, кого они возлюбили. И далее апостол Павел говорит «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Он говорит о самых знаменитейших среди апостолов и добавляет «Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые, то есть верховные апостолы, не возложили на меня ничего более». Давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин. Он пишет «Если кажется, что они что-то собою представляют, то кажутся плотским людям, а в действительности это не так. И если они хорошие служители Богу, то это Христос в них действует. Но не они сами по себе. Ибо если бы они были чем-то сами по себе, то всегда такими бы и оставались. Какими бы они не были когда-либо, а они все были грешниками». Как говорит Павел, это ничего для него не значит, поскольку Бог не взирает на лице человека. То есть Он, Господь, без всякого лицеприятия всех призвал ко спасению, не считаясь с их преступлениями. Действительно, Бог призвал и Петра, и Варнаву, и Марка, и других апостолов. И Господь очистил их от их собственных грехов. Как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто без Христа Иисуса. И вот это подчеркивает как раз апостол Павел этими словами. «И в знаменитых чем-либо, какими бы не были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Бог не взирает на лицо человека. Напротив, если мы выделяем какую-то часть религиозного истаблишмента и начинаем преклоняться перед этими людьми, это, конечно, грех идолопоклонства. Блаженный Иероним пишет, он говорит, «Хотя Господь имел с собой Петра и Иоанна, и хотя они видели его преобразившимся на горе, и хотя на них положено основание церкви, Иероним рассуждает как бы от лица Павла, однако для меня в этом нет ничего важного, потому что я веду речь не против тех, которые в то время следовали Господу, то есть ранее Павла, а против тех, которые ныне предпочитают закон благодати. Я не злословлю против предшественников и ни в каком отношении не обвиняю старейших, а говорю только то, что Господь не смотрит на лицо человека». То есть мы почитаем наших пастырей, архипастырей, но мы разумеем, что Господь все-таки не всех избирает, хотя и через всех действует, на чем настаивает святитель Иоанн Златоуст, подчеркивая, что благодать действует даже через недостойных служителей. Златоуст восклицает. Здесь он не только не защищает апостолов, но и сильно говорит против этих святых, чтобы доставить пользу немощным. Слова же его имеют такое значение. Если они и допускают обрезание, то они же дадут ответ Богу. «Ведь Бог за то только, что они почитаются великими и верховными, не уважит лица их». Впрочем, резюмирует Златоуст, он сказал не так откровенно, но с осторожностью. Конечно же, апостол Павел говорит все это с осторожностью, потому что он любил верховных апостолов, но служение Христу – это служение бескомпромиссное, это служение без оглядки на человеческие авторитеты. И мы читали в первой главе послания Галата, что он не стал советоваться с плотью и кровью, хотя и предоставлял свое служение на суд апостолов, чтобы понять, не напрасно ли он подвизается. Таким образом, его служение глубоко христоцентрично, и он выстраивает правильную иерархию ценностей. Христос – глава церкви, мы – Христовы, служители Евангелия, и только в той мере, в какой Господь проявил доверие по отношению к нам и призвал нас на это служение. «И в знаменитых чем-либо, какими бы не были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, – пишет Павел, – Бог не взирает на лицо человека». И далее. «И знаменитые не возложили на меня ничего более». То есть они приняли такое его отношение. Они сами были люди глубоко христоцентричными. Христос для них – это все. И они засвидетельствовали это не только своими учениями, писаниями, но и смертью своей, потому что все из апостолов Иисуса Христа, кроме Иоанна Богослова, они сподобились мученической кончине. Так же и тот апостол, который был избран на место нечестивого Иуды. То есть его благовестие принимается знаменитыми. И далее Павел пишет, «Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных», то есть увидев на примере Тита, которого он взял с собой в Иерусалим, как Петру для обрезанных, служение Петра пыло в основном среди лиц еврейской национальности, хотя в доме Корнилия именно Петр первым начинает проповедовать язычникам, и Дух Святой сходит на них, и они переживают свою Пятидесятницу. И Павел резюмирует, «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников». Действительно, в книге Деяний святых апостолов рассказывается о том, как Петр проповедовал, и тысячи и тысяч обращались, среди которых были не только иудеи, но и празелиты из язычников, принявшие их веру. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников. И узнав о благодати, данной мне, пишет Павел далее, Иаков и Кифа, то есть сам Петр, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что я и старался, я исполнял в точности». Здесь речь идет о том, что Иерусалим в то время находился под санкциями римских властей, и жители Иерусалима были очень бедными. Кстати, слово «нищие» — это одно из самых древнейших самонаименований христиан, потому что это были люди простые. Но далее апостол Павел говорит о том столкновении, которое у него происходит с апостолом Петром уже в Антиохии. Здесь, в Иерусалиме, все прошло очень благословенно. А вот далее, с 11 по 14 стих апостол Павел рассказывает о неком столкновении с апостолом Петром. «Когда же Петр пришел в Антиохию, пишет Павел, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Нареканию, то есть справедливому осуждению. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова» — а партии Иакова были очень ревнители закона, «ибо до прибытия некоторых от Иакова ел, то есть Петр, вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных». Итак, что же сделал Петр? Петр понимал, что благодать Божия разрушает границы между иудеями и варварами, скифами, римлянами и так далее. И хотя он был ревнителем закона и возглавлял эту партию ревнителей закона среди апостолов, когда он был в Антиохии, он вел себя с язычниками очень просто. Он сидел и вместе с ними ел. Но когда пришли посланные от Иакова из Иерусалима, а все они были ревнители, Петр начинает стыдиться тех язычников, с которыми он сидел за одним столом. «Опасаясь обрезанных» и 13 стих, далее Павел пишет, «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава, это сработник апостола Павла, тоже апостол, был увлечен их лицемерием». Но какие были действия Павла? «Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь поязычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски». Мы видим, что для апостола Павла действительно лицеприятие было чем-то совершенно неприемлемым. он смело обличает даже самого апостола Петра. Посмотрим, что об этом столкновении пишут отцы церкви. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Пусть не смущают вас эти слова, так как он, то есть Павел, говорит их не в обличении Петру, но придает такой вид словам, чтобы они, будучи выслушаны, принесли пользу тем, которые через обличение Петра должны были стать лучшими». То есть Павел обличает Петра, понимая, что до глубин любящего сердца апостола Петра это обличение не дойдет каким-то раздражением. Он примет его с радостью, с покойным рассуждением. Как сказано, если обличишь мудрого, ты получишь себе друга, а если обличешь глупца, наживешь себе врага. Блажин Августин пишет, «Те, кто пытаются защитить Петра от этого заблуждения и от порока, в который он впал, извращают сам религиозный путь, в котором спасение всех. Этим они расшатывают и умоляют авторитет Писания. Защищая, они не видят, что обвиняют апостола Павла не только во лжи, но и в клятву преступления, в его учении о благодати, то есть в послании, в котором он возвещает Евангелие». Блажин Августин настаивает на том, что внешних авторитетов нету. И если потребовалось обличить Петра, Павел так и поступил, потому что более серьезным авторитетом для него является само священное Писание. Феодорит Кирский пишет, «Великий Петр молчанием подтверждает сии Павловы слова. Как бы так говоря, уверовавшим из иудеев и бывших тогда с апостолами, справедливо укоряет меня Павел, невозможно и противоречить словам его». И блаженный Феофилакт дает следующее объяснение. «Ибо с той целью он и обличал его, то есть Петра, тогда пред всеми, чтобы они устрашились, слыша, что столь великий человек, то есть сам первоверховный Петр, подвергается порицанию и не может возразить, то есть посмирению». Далее Феофилакт пишет, «Евсевий же говорит, что подвергся обличением со стороны Павла не великий Петр, а какой-то кифа, один из семидесяти, и в подтверждение этого указывает на невозможность, чтобы тот, который уже прежде защитил себя по поводу произведенного им соблазна разделения трапезы с Корнилием, снова мог подвергнуться такому обличению». То есть Евсевий настаивает на том, что сам Петр и начал проповедь среди язычников в доме Корнилика, а Дух Святой через его проповедь сошел на этих людей. Поэтому, может быть, это какой-то другой Петр, Феофилакт с ним не соглашается. Но и мы не говорим, что Петр подвергся порицанию от Павла за незнание своего долга, а что он, Петр, камень, добровольно подчинился осуждению, дабы и другие исправились. То есть апостолы позволяли себе именно противостоять ошибкам, которые возникали в их среде. И стратегия поведения Петра, когда он стал стыдиться верующих, с которыми он только что вкушал пищу, ради обрезанных испытал стыд и начал чуждаться их, Павел это обличает, и Петр своим молчанием, на чем настаивают отцы церкви, принимает это обличение. И Павел пишет далее, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Законники очень серьезное значение придавали разным обрядам, рассуждая, что чисто, что не чисто, боясь вкушать пищу вместе с язычниками, вместе даже с верующими, но не иудейского происхождения. Но во Христе Иисусе нету ни элина, ни иудея. Во Христе Иисусе все верующие – это один народ. И апостол Павел, который был ревнителем закона в свое время, он через это прошел, поэтому он и говорит в 15 стихе, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Он перечеркивает преимущество своего иудаизма, все почитая четою ради превосходства во Иисусе Христе и со Христом. И он продолжает, «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» О чем здесь рассуждает апостол Павел? Он мог, находясь в иудаизме, считать себя по закону непорочным. В том смысле, что иудаизм требовал от человека не так много в сравнении с тем, что от нас требует Христова вера. Он мог не убивать, не прелюбодействовать, он мог не воровать, он мог не доносить, он мог не завидовать, но мы знаем, что он пламенел угрозами и убийствами на других христиан, когда был гонителем Савву, что он одобрял попиение камнями архидиакона Стефана, а в Нагорной проповеди сказано, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, уже человек-убийца. Да, он мог не прелюбодействовать, но он был молодым человеком, и свойственное молодости, чувство внимательного отношения к противоположному полу могло возникать в его душе. А в Нагорной проповеди сказано, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Таким образом, эти слова исполняются буквально и на каждом из нас. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха, если он обнаруживает в нас постоянно грех, как бы увеличивая его значение? Павел говорит, никак. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Он стал другим человеком. Он стал новым человеком. Он тот человек, который, взявшись за плуг евангельского благоествования, вспахивая поле человеческих сердец, не озирается назад. «Ибо всякий, кто взявшись за плуг, озирается назад, неблагонадежен для Царствия Божия». И он восклицает. «Законом я умер для закона». То есть закон показал мне, что я грешник, и я умер как грешник, потому что возмездие за грех есть смерть. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Павел как бы говорит, «Да, я понимаю, что я грешник, но ища оправдание во Христе, я обрел это оправдание в нем, как в Боге, который силен избавить нас от всякого греха». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот эта мысль, она очень такая удивительная, поразительная. Это очень вдохновенные слова. «Жить, подчиняясь не страху закона, а жить, подчиняясь самой жизни Христа». Если человек имеет мотивацию исполнять закон, чтобы не попасть в ваты, чтобы его там не посадили на сковородку, это дурная мотивация. Но если человек исполняет закон, потому что Христос говорит о себе, «Я пришел не нарушить, но исполнить закон», и, подражая Христу, своему Учителю, он идет по его стопам, Христос поможет такому человеку. Христос начнет действовать в этом человеке. Праведность Христа, как Христово благоухание, будет распространяться в такого человека. Поэтому он и говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». А что ныне живу по плоти, то есть пока еще жив, несмотря ни на что, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Что значит предавшего себя за меня? Он умер за мои грехи. Он омыл меня своей кровью. Я по закону непорочный, как бы говорит Павел, ища оправдание во Христе, оказался грешником, но Христос, который умер за грехи всего мира, Он умер и за мои грехи. И я живу жизнью Христа. Я, умерший по закону, как грешник, воскрес, совоскрес со Христом Иисусом, Господом. Далее он пишет, «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Действительно, если человек оправдывается делами закона, то зачем тогда Христос пришел, взял на себя грехи мира и умер на кресте? Не только за тех, которые веруют в Него и веровали, но и за грехи всего мира, на чем настаивает Иоанн Богослов в своем первом послании. Христос и пришел в реальность этого мира, потому что все согрешили, все лишены правды Божьей. Нету праведного ни одного. И когда апостолы однажды вопрошали Иисуса Христа, кто может спастись, он со всей категоричностью им сказал, человеком это невозможно. Но тут же добавил «но не Богу, ибо Богу все возможно». И Богу, которому было все возможно, ему оказалось возможным гонителя Савла сделать первоверховным апостолом своим. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Наше оправдание – это Христос, который оправдывает нас Своей кровью. И как я часто объясняю, когда мы говорим о божественном оправдании, мы должны понять, чем оправдание отличается от прощения и от милости. Что такое прощение? Это когда человек виновен, но его прощают. То есть не будут замечать эту его вину. Что такое милость? Это когда человек не просто виновен, он заслужил наказание, его милуют. Так вот, во Христе Иисусе мы получаем ни прощение, ни милость, а нечто несравненно большее – оправдание. Оправдание – это юридическая норма, которая провозглашает, оправдан, то есть никогда не был виновен. Об этом и писал пророк Исаия. «Если грехи ваши, как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу». Человек не может совершить собственное оправдание никакими средствами. И наш единственный ответ Богу, Отцу, когда мы нарушаем Его заповеди, это Бога-человек Христос Иисус. Он – наш ответ Богу. Он – тот, о котором Павел запишет в своих посланиях. Един ходатай и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...